Скандальная застройка на 16-й станции Большого Фонтана после двух попыток сноса устояла и в третий раз. Внушительные силы полиции заставили заключить стороны эдакое шаткое перемирие на песке. Но до полного разрешения конфликта все же еще далеко. Одни говорят, что все разрешительные документы у них есть и стройка продолжится. Другие говорят, если сегодня не снесли, то в следующий раз обязательно это сделаем. Все могло бы пройти, как и в предыдущие разы. Быстро и слаженно. Вбитые в песок столбы могли бы вновь отправить в райотдел полиции, но не судилась. Конструкция на песке в этот раз устояла, хотя у нее были все шансы пасть. После непродолжительных споров с представителями арендатора, активисты над корпуса, объединение «Сокол», горожане и депутаты пошли на берег решать вопрос кардинально. Но против была полиция. Что это такое? Вы что тут такие? Насколько представили вы это захищаете? Можно пояснить, на каких-то часах? Едем у нас, Слав! 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 Явный перевес сил в пользу полиции ситуацию стабилизировал. Протестующие помост покинули. Главное их требование было показать всю разрешительную документацию на будущее строение. Мы понимаем, что такая документация на сегодняшний день отсутствует. По визуализации, которую предоставила нам, предоставила сторона застройщика, здесь должны находиться, да, действительно, топчаны, там ряд топчанов, деревянные конструкции, по которым люди просто должны передвигаться. Но отнюдь точно не капитальные конструкции. Они говорят нам о том сегодня, что якобы обещают в сентябре их убрать, когда закончится сезон. Но это стандартная ситуация, которую нам рассказывают все, все застройщики пляжей. Чтобы снизить напряжение, решили дождаться чиновников из департамента коммунальной собственности. Те должны привести недостающие документы и разрешение на строительство. В то же время депутаты горсовета объясняют, нарушений в действиях департамента нет. Разрешение выдано законно. Вот только арендатор взял на себя больше прав, нежели позволил город. Они сегодня предоставили схему размещения топчанов и так называемых деревянных дорожек. И там есть на этой схеме отображен пункт питания. Ни одного слова не сказано о том, что данный пункт питания будет оборудован каким-то настилом, каким-то помостом. И тем более не сказано ничего о сваях. Поэтому я считаю, что все эти конструкции, которые сегодня разместили господа неуважаемые, в первую очередь, наверное, всеми одесситами, они являются незаконными. По словам протестующих, арендатор объекта, бывший нардеп Игорь Плохой, пытается под видом обычной схемы размещения топчанов и настила построить пункт общепита. Спустя заявленных 40 минут документы из департамента так и не привезли. Полицейские убеждали отказаться от идеи демонтажа и пояснили, сейчас они охраняют общественный порядок. Но разбирательство по ранним фактам уже ведется. Открыто криминальное производство. В данной ситуации направлено письмо за разъяснениями на имя мэра города Одессы, для того, чтобы мы получили разъяснение по документации, учитывая, что у подрядчика есть в данной ситуации договор аренды, а также присутствует утвержденная план-схема, которую вам ее предоставляют. И много позже решили объявить перемирие. Оппоненты встретятся и объяснят друг другу свою позицию. Сегодня будет инициирована встреча с директором КП «Убезбережье» и КП «Коммунальная властность», и они дадут юридическую оценку этой забудове. Орендатор пообещал, что все строительные работы пока приостановлены. Они же уверяют, что жилого строительства здесь не будет. Схема пляжа, на которой расположены все объекты. Это договор аренды пляжа с 2006 года. И это договор с КП «Убезбережье». Также гарантийное письмо, по поводу которого я уже сегодня говорил. То есть объект на схеме есть? Конечно есть. Как вы называете? Пункт питания. И сколько поворотов будет? Один. А площадь? Площадь, сейчас не готов сказать, 200, по-моему, 250, что-то такое, квадратных метров. Пока такой исход устроил всех. Арендатор остановил стройку, протестующие покинули пляж. Застройщик пообещал, если в их действиях найдут какие-либо нарушения, то они готовы на добровольный демонтаж. А вот их оппоненты намекнули, что всегда готовы им в этом помочь. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».